добрый вечер дорогие друзья дайте пожалуйста мне обратную связь как не слышно спасибо спасибо коллеги так спасибо олег вы запустили запись я опять поблагодарю самом начале олега сошникова помогает мне сегодня здесь на площадке чтобы не забыть это в конце еще нам помогает алексей дьяков я его всегда зовут и татьяна новикова из москвы то есть у нас интернациональная команда сегодня поддержки спасибо вам друзья и коллеги без вас очень тяжело делать эту работу которую мы делаем итак ближе к делу значит что сегодня хотелось бы до вас довести как всегда есть целый ряд вопросов что сегодня актуально и важно что дальше и как как эковариант поговорим немножко об эко доме это поселение оазис и так далее еще раз о стратегии партнера и некоторые вопросы которые были и которые всплывали вот у нас была на этой неделе встреча кураторов регионов не встреча это был телемост или скажем так это ежемесячная встреча мы перешли на новый формат вот правление и кураторы регионов и топ эксперты для того чтобы готовиться идти дальше скажем так обновляясь развиваясь и так далее и там был ряд вопросов которые повторяются и практика показывает что имеет смысл их еще методично как бы с разных ракурсов разъяснять пояснять и так далее чтобы люди понимали вообще куда мы идем зачем мы идем историки идти дальше потому что возникает много вопросов многие убегают в разные проекты начиная там от дуэнова и заканчивая там еще чем-то ну и так далее фокус разъезжается людей у кого разъезжается насильно скажем так не мил не будешь не ум не вставишь поэтому просто для разъяснения чтобы был бы материал для принятия решений и для того чтобы как-то сориентироваться ибо на то и компас чтобы знать где куда мы собрались какой стороне это находится и как туда идти но самое главное чтобы не ходить как моисей ходил по пустыне 40 лет понимаете вот тем не менее каждый проект тем более такой грандиозный проект как скорее требует определить пройти определенный путь оставить или зафиксировать четко вещи которые были определены и идти дальше вот поэтому давайте обо всем об этом немножко сегодня поговорим вот и так чтобы у нас были мы в фокусе и знали бы куда мы идем зачем идем и стоит ли идти в компании или же давайте вы ребята пошите а мы там посмотрим может где-то что-то еще лучше есть и так далее поэтому значит я остановлюсь на том что сегодня в первую очередь как бы актуально и важно актуально и важно понять что мы скажем мы не талды чем это каждый день мы не просто не хватает не скажем ресурсов первую очередь не времени это тоже ресурс постоянно повторять и скажем вдувать информацию уши значит каждому дана возможности очень большой интернет ресурс сейчас и у skyway капитала и у головной компании и непосредственно сайт анатолий дар до членитского плюс информационные строки информационные потоки все это есть но поступают вопросы вот например в практике сегодня очень актуально понимать что мы говорим о том что хорошо но мы не говорим о том что было плохо стало лучше или стало и это не так например из какой серии смотрите дело в том что партнеры серьезные партнеры потому что мир все больше и больше приходит тому о чем мы говорили анатолий дарыч говорил 40 лет назад на говорил 10 лет назад говорил 2001 году в озерах 2009 году когда это дело там схлопнулась и так далее 2013 14 15 говорит сегодня будем говорить мы что транспорт он там где он находится коллапс назревает там сегодня вот утром про мимохода мимо телевизора слышал что значит казань начинает строить новую транспортную систему если они этого не сделают будет 2 москва будет и все равно будет понимаете даже если вы второе кольцо и москва не решит своих проблем только на средствах нас их транспортных решениях которые были созданы и которые являются уже вчерашним или позавчерашним днем на трамвае на метро с метро это отдельная история на метро еще можно решать но там свои нюансы вот не трамвай не троллейбус не автомобиль не решат и самолет не решит проблем коммуникаций передвижения гибкости мобильности скажем так правильной мобильности поэтому мир движется дальше и это надо знать но какие проекты что сегодня актуально для нас вот смотрите дело в том что очень интересно то что вот мы до сих пор не знаем а и на нас нападают говорят что вот в этом значит юницкий там был арестован там или хотели его арестовать что-то там в литве и так далее это информация осталось а то информация чем это завершилось она чуть-чуть только прошла чуть чуть где-то так информацию нас просто проскочила 2017 году что оказывается арестовали 2014 счета там машины познать еще чего а прокурор республики литва закрыл это дело и не нашли прокуратура не нашла составом никакого преступления извинились вернули все средства раскрыли все и тогда причем об этом ничего сильно нигде не сказано и я вам скажу следующее что я когда-то какое-то время назад это конец прошлого года начала этого года вам рассказывал здесь значит что приходилось летать варшаву там был арестован счет компании нашей значит по разным там причинам именно по этим причинам но самое главное то что средством или информации которая послужила в первую очередь значит смещению акцентов отношения к нам прокуратуре извиняюсь больше это та информация которая поступила в виде вот копий документов прокуратуры латвии что литвы извиняюсь что нет этого открыто он не виновен и так далее но как говорится остаток осадочек остался этот осадок везде дает знать везде возникает такая ситуация что люди видят а а там есть это нет негативно там есть это негативное много положительного и хорошего но нет именно так называемой реальности описание того а что же стало с теми нашими нападками нападки остались финансовых инспекциях но никто не пишет ни одна финансовая инспекция не написала о том что они имели к нам начать в той же самой бельгии в той же самой австрии той же самой германии в той же самой стуне они имели к нам проблемы то есть они прокурорекали они свое дело выполнили а что там как с этим skyway что-то там не так они делают якобы и так далее а мы не говорим о том что фактически так претензии якобы есть но они не разобрались фактически что фактически мы делаем и законно это или незаконно поэтому это все надо говорить это сегодня актуально и важно вот поэтому когда мы говорим и усиливаем достижение нашей технологии а рост есть рост есть об этом нечего говорить это постоянная динамика и так далее мы немножко об этом сегодня тоже поговорим это очень важно и актуально второе что актуально сегодня это то что есть целый ряд проектов которым ну скажем так не спозиционировались или непонятно как ним относиться это вакуумное стекло то же самое которым мы говорили или евгений кудряшов говорим немножко на совещании с кураторами регионов и 100 экспертами это тот же самый значит гумус это тот же самый допустим это дом или эковарианты вот и тут тоже но непонятно вроде будет нам с этого или будет что-то это наш проект или не наш проект его еще надо довести точно так же как технологии говорить о технологии 2014 году было трудно говорить она наши или не наши юницкий разработал разрабатывал 30 там с чем-то лет почти вот и наши или не наши она становится нашей когда мы участвуем в этом технологии и вот сейчас появляется такая возможность это не кто-то бы о это распыление внимание это мы начнем сейчас заниматься нет мы не начнем вспомните ту модель о которой я все время вам говорю мы переходим из первой фазы проекта следующий да мы еще на финише мы предбанники 14 14 этапа завершаем 13 14 15 это все может будет может завтра может большой инвестор сказать друзья я закрываю вам все необходимое а сколько нам сегодня необходимо по бизнес-плану нам все необходимо я скажем так ну где-то около 40 миллионов по бизнес-плану не закрылся еще 13 13 14 15 этап каждый по 25 миллионов 14 25 извиняюсь 15 25 50 и плюс еще не закрыт 13 так то есть больше 50 миллионов 60 миллионов но для того чтобы сделать проект довести завершить технологию довести ее до сертификации и показать состоятельность и разра как бы уже создать действующий на трассе и работающий вариант юнибуса который делает скорость 600 километров в час нужно еще больше ста миллиона я не беру здесь судить на коленке это я разные цифры высказывал но даже такой скажем но простой крестьянский расчет показывает что это больше ста двадцати миллионов понимаете значит фаза проекта будет идти переход во вторую фазу как мы это будем делать видно будет потому что у нас появляется новый инструментарий что это за инструментарий возможность возможность головная компания дала задание значит skyway capital готовит свое видение как нам не не уйти из фокуса финансирования основной технологии и начинать готовить следующие проекты которые а я сейчас покажу как они работают вместе с транспортной технологии сегодня на примере эко-варианта вот смотреть как это обеспечить чтобы нам не оказаться так закончился закончилась первая фаза 15 этап завтра пришел это закрывать а мы сидим и думал что же теперь дальше делать ой-ой-ой у нас перспективы нет друзья перспектива до 30 до 50 десятого года этого столетия как минимум как минимум понимаете поэтому перспектива и не надо метаться по разным другим проектам сюда вложились кто чем больше вложился тем больше это твой проект это твой проект и пожалуйста развивайся здесь участвую в этом деле поэтому это тоже очень важно и сегодня сегодня об этом надо немало думать поэтому что дальше и как сегодня я не буду распыляться сегодня становлюсь только на эко-варианте на эко-варианте эко-дом и как он начинает переходить следующие возможные фазы и там доделав все то и проинвестировал в эко-дом но уже применительно конкретным проектом конкретной трассе 15 этап завершаем мы смотрим как мы участвуем в этом проекте и начинаем смещать потихонечку готовится к тому как идти с эко-домом не так что как я уже сказал что вот дом закончится оборвалась значит приехали на станцию а что дальше дальше пути нет мы готовим сейчас путь как идти дальше понятно да эко-дом это разработана концепция разработан целый ряд сделано там скажем так предварительных разработок но это колоссальнейший срез я сейчас постараюсь потому что это дом это как первый главный элемент это поселение или оазиса это также элемент системо образующий один из возможных или не не системо образующий а система формирующий кластера эко-кластера в который входит поселение агропарк который перерабатывать и он только агротехнически его можно по-разному агропромышленный парк как угодно в зависимости от объемов и от того где он располагается и каким ресурсом природным каким он аграрным ресурсом пользуется какой там ресурс людей в этом поселении или в этом линейном городе находится и тогда что надо перерабатывать сколько перерабатывать вот понимаете это очень важно а теперь экоферма это какое агропарк если нету системы ферма продукции нету это это уже давно ушло в прошлое что мы переходим строим экопоселение всем разуме все разводим грядки там теплицы ставим не надо этого делать нынешние технологии позволяют это все отдать на откуп или оставить в экоферма а жить в эко поселениях и заниматься работой переработка этих продуктов потому что экоферме самой не справится и нет она тоже фокус свой должна держать в определенном направлении технологии сменились понимаете землепользование земли переработки промышленных и не промышленных изменяется аграрных переработки на экологической переработки продуктов аграрного сектора это экоферма заготовочно с бытовая сеть это еще отдельный средств это не агропарк или как элемент агропарка и тогда целая система то есть эко кластер начинается с эко дома и дальше систем дальше линейный город линейный город это а отчего не и к дом до отдельно взятые к дом отдельно взяты деревне кукуева пожалуйста предприниматель там или бизнесмен или фермер масло были иванов построил свой к дом дом хорошо это отдельный дом но как только мы говорим о системе экопоселения ноーン цен с понимаете 10 домов это не к поселения это поселение состоящие из десяти а годовов эко поселение это некое совершенно новое качественное составляющие и формирование и она мне состоится понимаете не состоится поверьте мне я сегодня не буду в детали вдаваться она не состоится Если нет транспортного решения, нет транспортной системы, транспортной составляющей. Вот что является узловым во всем, что здесь ниже экодома. Включая, конечно, естественно, линейный город. Как это делать? Как этому выйти? Только проект за проектом. И здесь, пожалуйста, масса возможностей для инвестиций. И теперь пройдемся вот по этому эко-дому, эко-поселению и так далее. Смотрите, здесь прекрасно видно один из вариантов, который из проекта, вернее, из материала в материал проходит. Это здоровый комплекс один. Они между собой сидят, но здесь есть и у нас есть, здесь и как бы малоэтажная, несколько уровневая. Видите? Здесь несколько, масса уровней. Но, тем не менее, есть наземный транспорт, есть подвесной, большой транспорт и так далее, между более удаленными. Далее, очень важно, например, вариант, который рассматривался в Абудаби. Общий вид на остров Адайрат, на острове. Так, пустыня. Теперь, что с ней? Как Скайвей видел или видит различные варианты, возможно? Можно здесь джунгли развести, используя тот же гумусный проект, используя другие проекты, засадить тут, скажем, не дикой, а какой-то абсолютно, скажем, организованной растительностью. И вот город, элементы города. Вокруг есть что-то, есть дом, то же самое, например, это та же самая, видите, та же самая конструкция, но в уменьшенном виде, уже как в масштабе. Далее, есть абсолютно возможность другим вариантом пойти. Вот, линейное поселение, его можно все городом назвать, а можно по-разному, все зависит от того, как его сфокусировать или как его социально-экономически организовать. То есть, возможность ему, но это состоятельно только в случае, если есть что, транспортные соединения, транспортная сеть. Неважно, каким способом она построена. Вот это самое важное, дорогие друзья. Иначе это все не имеет смысла. Оно не становится несамодостаточным, неустойчивым. Любое, вот отдельно взятое вот это пятно, оно неустойчивое и не самодостаточное. В случае, если оно не автономное. Но, чтобы его создать автономным, это совсем другая история. Это непросто. И вот теперь, опять-таки, вариант в другом. Тут различные варианты возможны. То есть, это абсолютно преобразует. Здесь, так теперь, чтобы это сделать, чтобы это сделать, вы представляете, какие ресурсы для этого нужны. Это не тот вариант, где вот в этот дом, в этот дом, в этот дом отдельно начнут. И мы начнем говорить, ой, кто хочет вот здесь дом построить, а кто хочет здесь дом построить. Мы будем так сто лет продавать эту площадку. Ну ладно, не сто, десять. Понимаете? За десять лет технологии изменятся. Это все нужно делать комплексно и предусматривать уже кластер. Просто нагнать сюда людей, а куда они ездить будут работать? Будут ли они работать? Насколько они будут работать? Или оказывать, ну как бы, трудом заниматься, скажем так. Не работать. Работать от слова «пора». Труд, трудиться. Они будут трудом заниматься? Полезным трудом для себя. Вот. Я тут время от времени сижу и думаю, что, значит, ну ладно, не буду сейчас отходить к коммунистическому построению общества по идеям коммунизма. Но не коммунистов, которые... Пардон. Так. Ладно. Идем дальше. Тоже вариант. Одна из моделей. Но опять-таки это не локально. У нее должна быть связь. Связь на втором уровне или связь на наземном каком-то уровне. Но опять-таки транспортном уровне. Тут различные варианты. Видите? И дома отдельные. Есть целый ряд. Не только нами. В мире сейчас много думают над этим. В России есть разработки. Я потом покажу вам. И даже сайт покажу, где можно еще посмотреть. Какое-то время назад они активно работали. Сейчас они заглухли, потому что они заказывают. Вот. Там есть одно такое сообщество. Очень как бы продвинутых людей. Вот. Вот оазис, пожалуйста. Пустыня оазис. Но он сам по себе. К нему надо добраться. Теперь система оазисов. Она создает... Создает. Она становится самодостаточной и устойчивой, если она соединена транспортными артериями или транспортными какими-то связями. Если этого нет, на уровне этой дороги, да, с верблюдами сюда и на машине можно приехать. Но машина все равно приедет в Абу-Даби и там у нее будет затор. Понимаете? В конечном итоге. Или приедет куда-то, бог знает куда, и бог знает, сколько будет по этой пустыне ехать. И теперь если буря, то все, приехали, дорогу засыпало, и мы уже эти картинки везде видели. Вот. И это очень важно, дорогие друзья. Работайте, да, да. Так, так. А эко-дома только деревянные? Не-не-не-не-не-не. Ирина, Казахстан. Эко-дома... Нет, нет-нет-нет. Эко-дома имеют энное количество решений. В Скайвее есть своя логика, которая эко-дома, так называемые использованы там, значит, возможности, комплексного формирования объема на нескольких уровнях. Нулевой, первый, второй уровень. Нулевой – это земля. Первый уровень – это помещение, здание. Это как вариант. И второй уровень – это уровень крыши, которую тоже можно использовать как зеленую площадку или как теплицу, или как что угодно. Там много чего можно сделать. Так? Вот. Поэтому это делается из, скажем, металла и как вариант. Самый простой вариант из металлоконструкций и вакуумного стекла. Один из вариантов – это так называемые стены. Причем вакуумное стекло, значит, оно имеет очень много интересных функций. Оно, с одной стороны, там, вот, ну, как бы, Анатолий Ильич, есть информация, что 16 миллиметров толщиной вакуумное стекло, пакет, оно имеет эффективно настолько, насколько эффективна полутораметровая кирпичная кладка в толщине полутора метра. В каком смысле? Не пропускает, с одной стороны, холод или тепло, с другой стороны, создает комфортные условия внутри здания. Вы представляете, полтора метра кирпичной кладки и 16 миллиметров стекла. Причем это стекло не становится непрозрачным, когда надо непрозрачным быть, а когда надо, можно смотреть изнутри, когда надо, оно становится, значит, не принимает тепла или не принимает холода и так далее. Там оно абсолютно управляемое, то есть называется умным стеклом, смарт-стеклом, если так. Вот, и это все то, с чего можно делать. Опять-таки, транспорта нет, не сделать, стекла нет, не сделать, гумуса нет, не сделать, понимаете? Можно ждать, когда другие это сделают. Нам это нужно, как сопутствующие технологии. И повторяю еще раз, чтобы все себе вот сюда уложили, эти технологии нужны не для бизнеса, они нужны для того, чтобы транспорт развивался, дорогие друзья, понимаете? или чтобы наши проекты были эффективнее и более комплексны, что мы не строили бы просто так трассу, а мы бы наполняли ее еще и бизнес-содержание. Вот в чем вопрос. И это очень важно. Далее. Модель поселения. Вот я сейчас немножко покажу фрагментов. К сожалению, мне не удалось скачать. Вернее, скачать-то удалось, но не принимает здесь у нас это дело Мирополис. Но я там исправляю, вы можете кто-то заинтересуется. Это модель поселения, вторая модель. Есть первая, вторая, есть четвертая модель и так далее. Я несколько фрагментов отсюда вам покажу, чтобы было понятно, что, как можно подходить к решению вот всех этих вариантов, понимаете? Здесь только пустынный вариант, а здесь, допустим, морской берег и создание среды. Но ландшафт России, ландшафт мировой очень своеобразный. Ландшафт Вьетнама там просто вот ну фантастика. Африка совсем другое дело. Эстония опять своеобразный ландшафт. Поэтому применительно к многообразному ландшафту даны вот эти модели поселения. Но есть некие условия, которым надо следовать. Я не случайно сейчас так много останавливаюсь на вот эко-дом, эко-поселение и так далее на комплексе. Я просто хочу показать вам, что это очень важно. И это есть одно из направлений, когда закончится первая фаза. То есть что такое первая фаза? Первая фаза нашего проекта это мы завершаем строительство экотехнопарка инновационного парка. А правильнее сказать сертифицирована технология скобей задекларирована в бизнес-плане и финансовом плане или плане финансирования. Понятно, да? То есть 15 этапов завершаются. Вот. И дальше, а что дальше, как я говорил? И вот теперь смотрите, модель поселения вторая имеет больший порог чувствительности при учете особенностей ландшафта местности. Там первый был там значит такой более плоская ландшафт не меняющийся ни по высоте ни по разнообразию различных природных там водоемов там каких-то массивов каких-то перепадов значительных перепадов высот и так далее. Все это учитывается. Первый масштаб это значит это одноэтажный в модели один было малоэтажный дом одно-двухэтажный с площадью 10 на 10. Варианты разные могут быть. Далее второй масштаб участки трапециедальный форм 25 соток с возможностью увеличения до 25 соток с возможностью увеличения до 70 соток 70 соток это почти гектар уже это 7000 квадратных метров 7000 нет 70 это до 7 гектаров изменяюсь 70 соток да ну неважно одним словом вот так далее общая площадь территории поселений это люди прорабатывали 2 200 то есть 2000 2500 гектаров это масса то есть проработки теперь я больше не буду на этом останавливаться кто заинтересован как могли бы выглядеть или как будут выглядеть определенная работа проводится проведена и сейчас в меньшей мере проводится вот можно на этом сайте посмотреть это для общего развития друзья теперь что я хочу сказать смотрите мы еще находимся или мы уже находимся в той фазе когда начинает как бы к нам притягиваться начинают притягиваться крупные фирмы это значит из бельгии фирма очень люди основные руководители этой компании были у нас в экотехнопарке это о чем говорит о том что серьезней и серьезней становится наша позиция на мировом рынке теперь целый ряд вопросов есть а куда мы двигаемся а с чем мы двигаемся теперь некоторые обобщения и вот давайте поговорим немножко о другой стороне этого дела или о том что нас больше всего как бы ну клюет или привлекает или вот в чем нас больше всего карша у кого-то в голове а у кого-то там скажем так непонятки вот опять поделюсь с вами стратегией как я ее вижу и рекомендую вот что следует делать привлекать инвестиции и зарабатывать с командой а не бегать и не перехватывать где-то на стороне тогда ты и я в том числе работаешь на создание на капитализацию базы формирующей доход в ином случае ты говоришь вы это делаете я побежал перехватить там-то и там-то типа в долг понимаете и дивиденды формирует эта база стоимость твоих акций ты отдаешь это на откуп другим людям какова твоя стратегия второе с командой участвовать в проектах после 15 этапа ну что еще лучше и лимитация и смотреть блин у Дуйнова я перехвачу или я у Хавратова перехвачу или я еще где-то перехвачу и неизвестно какой там бизнес и где что да сегодня есть а завтра неизвестно то есть уровень надежности абсолютно иной он во времени очень сжат здесь же смотрите да там и все они все могут показывать что до бесконечности можем там и золото выкапывать и так далее а вы знаете что скажем так как уже разработано искусственное золото и потребности в добыче золота ближайшие ближайшие годы 20 годы отпадет а серебро невозможно делать и вот стоимость серебра начнет на мировом рынке расти потому что в природе серебра практически уже не осталось понимаете и вот тут дорогие друзья кто-то нас ведет на золотодобычу понимаете давай инвестирую в это дело а транспорт он все время нужен поэтому тут надо очень внимательно относиться с командой участвовать в проектах после 15 и обеспечить опять-таки текущий заработок как и здесь заработать с командой текущий заработок до как минимум до 2030 года и далее обеспечить рост своих активов то есть одно дело ты создал активы в проекте выведя его на орбиту мировой рынок и второе ты работаешь над активами то есть не остановился на этом если ты желаешь стратегия предпринимателей идущего процветания вот два или так называемые ну скажем направленности на мой взгляд а воспользуешься ты этим или не воспользуешься это у тебя в руках твой друг кто бы ты там ни был в том числе и я я тоже друг себе теперь дальше смотрим друзья смотрите что сегодня я это говорил по другим соусам сегодня опять повторяю что выгодно стремиться к созданию сети транснет чтобы получать дивиденды от дохода эксплуатации транспортных трасс от акций евразии на рынке систем и или а скорее всего и от скайвей глобал токена от площадки которая введена и развивается и выводится в эксплуатацию получать доходы и дивиденды от участия в проектах строительства трасс и объектов структуры вот экодом это один из объектов структуры или экоразличные решения это одна из систем которые дополняют проекты строительства трасс потому что трассы не нужны чтобы эти было а это можно лишь только тогда когда есть трасс акционерам и партнерам нужны обучения по развитию и участию инвестиционных проектов этап мы переходим из первой фазы во вторую и мы этим сейчас очень очень сильно ломаем голову вот будем в ноябре месяце с головной компанией обсуждать но надо понять что мы работаем в ракурсе направлено на скобей как бы мы не хотели все заработать перехватить где-то деньги и так далее это временно дорогие друзья поверьте до того момента пока мы направлены работаем наш проект мы делаем общее дело и каждый делает свое личное дело насколько у него хватает ума способности возможности компетенции сегодня важно стало важным привлечение крупных инвестиций с одной стороны это рубить сук на котором ты сидишь ой хотелось бы а если ты хочешь конечно или ты хочешь быстрее чтобы закрылись 15 а что там дальше будет или ты хочешь чтобы качественно завершился эта фаза завершилась эта фаза и перейти в следующую фазу о которой вот мы немножко я приоткрыл вам как бы полок возможностей второй фаз это еще мы будем еще об этом говорить это от 10 до полмиллиона до миллиона до полутора миллиона больше 100 миллионов еще нужно дорогие друзья теперь это юницкий и команда примут решение как это сделать или же понадеется все зависит от условий которые согласится крупный инвестор или закрыть крупными инвесторами или это мы с вами сделаем дорогие друзья и проект это экотехнопарка и обслуживающие технологии Skyview и эта возможность там открывается потому что головная компания понимает что нужно работать дальше понимаете да поэтому кто-то скажет мне уже тут было ой ну что ты тут мозги морочишь что не успели закончить одно начинаем другое да и это так никак автомобильная компания она не успела завершить разработку мерседеса г-г-г-л-е серии одной серии она уже у нее уже конструктора работает на следующий уже над водородным двигателем работает понимаете казалось бы это вроде бы ну при чем тут вот к этим машинам никакого отношения не имеет но к транспорту имеет к развитию транспорта имеет определенные отношения к экологии имеет отношения понимаете поэтому и мы точно так же должны действовать не построив свой дом мы уже начинаем готовить огород извиняюсь если огород или ну скажем так приусадебное все хозяйство мы начинаем думать о том как мы будем куда-то возить что-то или как приезжать или как гостей принимать и так далее на этом участке так и здесь все зависит от нашего масштабирования и теперь к некоторым вопросам потому что время нас уже поджимает пока еще не сильно так здесь я все вам сказал что я хотел сказать так это футурологический вебинар Павел ну как знать дорогой друг это наше будущее спасибо Олег вот я все больше удивляюсь команда наша крепнет ребята лет через Павел почему значит если Павел не не выстраивать будущее то и сидеть только в настоящем ну там и можно сидеть здравствуйте скажите пожалуйста предусматривая возможность покупки токенов я об этом будет так сейчас посмотрю что там токенов было дальше не было все сейчас поговорим токенов в небольших количествах для инвесторов и когда будет такая возможность когда не могу сказать когда ориентировочно планируется выход на IPO вы знаете значит теоретически он планируется после того теоретически по сроку ведь смотрите значит что у нас получается вот посмотрим некоторые вопросы вопрос третий смотрите вот третий вопрос бизнес-план был составлен до 2017 года помните да финансовый план до 2017 года но получилось что сдвинулось все на 27 месяцев я так примерно посчитал даже думаю кое-что сдвинулось больше но неважно выполнение плана финансирования менее чем на 50% выполняется хотя уже по времени 2019 год понятно да а работы по бизнес-план выполнены до какого до 13 завершается 13 понятно логика и динамика то есть проект он очень эффективный в связи с этим что отодвинут был теперь о дивидендах мы только с этой позиции можем говорить и выход IPO точно с этой позиции потому что что на IPO раньше выходить чем скажем когда нет уже нет объема мы не обеспечили не завершили все этапы на IPO имеется на мой взгляд я об этом пару лет или полтора года назад говорил что есть критерий когда надо выходить на IPO планировалось выход на IPO начиная с 2021 2022 года добавьте и посмотрите мы на 27 месяцев как минимум я не исключаю я не пророк слава богу и никто в том числе при всем моем уважении канатуре дуаловичу но все делается для того чтобы можно было выйти на IPO я уже на одном из вебинаров говорил то в первую очередь в этом заинтересована работа понимаете и все сейчас делается для того чтобы как можно ну скажем более качественно выйти ведь что такое выйти на IPO не подготовившись это значит дорогие друзья задекларировать на это условие мы выходим и говорим все стоимость акций евразий релсковый систем холдинг одна акция 1 доллар умный или неумный инвестор пользуется консультациями говорит посмотри там что с этими акциями стоит их брать да другой говорит слушай да там есть один плюс половину из этих акций и плюс еще чуть-чуть меньше половин уже выкуплено это плюс проект сертификации завершен технология уже в работе столько-то проектов имеется уже столько предварительных финансирования предпроектных проплат в работе находятся на таких-то таких-то стадиях какие-то проекты так скажи посмотри сколько там у них общий объем возможных выполнения работ 15 миллиардов так прекрасно это уже интересно если этого не будет то я как инвестор даже какой хреновеньки какой я не есть я скажу давай подождем так как я отнесся к этой технологии в 2004 году когда мне показали 10 лет посмотрим если что-то будет течить было в течение 10 лет 2014 году мне второй раз пришли и рассказали про этот проект Skyway я говорю о в этом уже что-то есть точно так и с любым другим делом поэтому на биржу иметь на IPO имеет смысл выходить но у нас есть сейчас стартер знаете как есть турбо стартер есть или турбо режим есть у большинства сейчас ныне на рынок выпускаемых машин это когда ты так быстро едешь а еще нажимаешь то она начинает еще быстрее таким стартером в нашем случае друзья является платформа блокчейн платформа как бы на основе блокчейн технологий но которая начнет работать с Skyway Global Token и плюс та база на которой она построена я не буду опять это пояснять об этом все говорят что такое и как откуда это просто возьмем это как факт что она даст или какой ее большой плюс ее большой плюс то что она позволяет подготовить среду для выхода на IPO и ускорить этот процесс как только начнется а это начнется когда 2020 году с 1 июля планируется план каков да это размещение которое нам было первое предложение сделано и в белой бумаге это очень четко написано значит можем предполагать но время займет как минимум год для раскрутки как минимум это уже 21 год то есть я сегодня могу вам сказать абсолютно что до хотя бог его знает может быть удастся эту платформу раскрутить за год так что сразу можно будет так и выскочить на IPO подготовить его и быстренько там начинать реализацию акций тем самым поддержать с одной стороны платформу токен а с другой стороны все заработать очень немаленькие деньги свободных пардон акций 50 процентов плюс 3 акции понимаете это колоссальный ресурс и головная компания и наши партнеры арабы они сидят и во сне это видят когда это можно сделать они самые большие но естественно мы видим это тоже чтобы действительно в какой-то момент стоимость реальная стоимость наших акций была равна их номиналу и более а это абсолютно реально посмотрите значит историю транспортных проектов мировых у всех у всех практически успешных успешных да у большинства более 80 процентов рост от номинальной стоимости но в зависимости от количества лет транспортные проекты достаточно длительные проекты от количества лет начиная от 5 до 50 от 5 до 50 не менее 100 процентов извиняюсь в 100 раз то есть если это был один доллар то уже стал 100 долларов как минимум понимаете я уже не говорю там о таких скажем инфотехнологических проектах и и так далее транспортно поэтому все все очень реально значит токенов больших количествах для инвесторов так скажите пожалуйста предусматривается возможность покупки токенов небольших количествах для инвесторов я думаю что значит естественно какие-то определенные условия будут мы кто мы являемся инвесторами на этой стадии будут предложения это просто предположение я думаю что будут но время покажет скажем те кто разрабатывает стратегии я не занимаюсь разработкой этой стратегии очень трудно это сказать но как вариант это возможно и когда будет такая возможность я вам сказал что до посмотрите белую бумагу там целый ряд так называемых этапов входа подготовки к выходу на первое открытое размещение в 2020 году с 1 июля там по 4% там будет возможность насколько я помню я сейчас не поддаюсь кстати хороший вопрос я вот разберусь вы затронули там слой информации я полагаю что там было такое условие что начиная с 4% уже сделанных инвестиций вот если у вас 100 тысяч инвестиций сделано то токенов можете 4% на 4000 как бы пересчете там 1 в 10 то есть 4 токена там наверное по-моему 4 или нет 2 токена может приобрести и так далее вот такая логика там просматривается так теперь дальше когда ориентирован по-моему так есть я на это ответил так это тоже сказал теперь далее когда вот решится решится вопрос об обратном выкупе акций кому за это был сегодня вопрос на сайте вернее ну да гугле вроде в октябре говорили да говорили в октябре я не исключаю есть сковей капитал предложил как головной компании варианты посчитали статистику просмотрели проанализировали свой анализ передали теперь им только надо принять решение все зависит от того как это правильно юридически оформить я думаю так что в течение октября мы к этому подготовимся и предложения будут сделаны в ноябре я не вижу чтобы это было хотя нет нет еще еще не вечер еще даже не 15 а всего 10 точка 10 2019 года сегодня такая очень хорошая цифра поэтому я не исключаю что это будет еще в октябре время есть вот но тут есть нюансы не имею права открывать почему может статься что на начало ноября погиб так прокомментирую когда будет выход на международный рынок а задают под разным ракурсом этот вопрос друзья вы понимаете судя по кнопке на платформе в кабинете возможно покупка невозможно Олег вы правильно говорите покупка будет и обязательно там можно смотреть какие этапы надо пройти для того чтобы выйти к первому июля следующего года будет много предложений не волнуйтесь я имею ввиду по токену теперь значит смотрите спасибо за комментарий значит смотрите когда будет выход на международный человек спрашивает а что ты имеешь ввиду я спрашиваю ты имеешь ввиду акции они пока не на международном рынке да правильно они на внутреннем рынке компаний евразии на рынок сковей системе сковей группа компаний сковей выход на рынок я уже говорил через IPO или через комбинированный выход вместе с токенами это тоже возможно не прямой а косвенный выход понимаете да ведь в принципе в принципе уже попытка была когда вы меняли свои акции и я в том числе меняли на токены это и был определенный маленький внутренний рынок но не международный хотя если посмотреть что ты кто ты там есть или вы кто вы там есть в россии или там узбекистане или там в индии или там в африке ну не важно где вы мы как бы международное сообщество но на внутреннем рынке компаний которая зарегистрирована на островах британской вирджинии почему и как я это уже говорил теперь или это токены на международном рынке токены сковей глобал токен или это что выводится когда выход на международный с услугами блокчейн платформы сковей платформы сковей глобал токена понимаете или это выход технологии кто-то у меня спросил а что мы большая дискуссия была кстати у нас там на чате что как мы не будем технологию продавать конечно не будем основной технологии но право пользоваться этой технологией или предписанием этой технологии по созданию узлов по производству каких-то анкерных устройств анкерных к анкерным опорам по заливке анкерных опор это не просто так там масса разных вопросов нужно будет эту часть и такие локальные или элементарные или элементы технологии формировать пакеты если желаете в виде франшизных каких-то предложений и продавать и продавать это бизнес это бизнес которого может уже начинать поступать и когда это будет развито это тоже большой плюс когда мы будем выходить на международный а так они же еще уже и технологии тиражируют для производства понимаете потому что не закрыты и это глупо будет это не делать но нельзя делать как анатолий дарович правильно говорит нельзя продавать технологию черного ящика управления управления всей автоматикой или автоматизированной системой блокчейн и так далее это закрытый это только целый ряд узлов связанных с мотор-колесом целый ряд операций операций которые связаны с наладкой электроснабжения транспортных средств это все закрытые технологии это будет делать только головная компания или ее дочки стопроцентно ей принадлежащие теперь масса вопросов по дивидендам откуда за что или с чего они когда сколько я неоднократно об этом говорил но нам надо просто элементарно понимать что это только из доходов откуда с компаний Евразин Релсковей Системс Холдинг мы будем получать Евразин Релсковей Системс Холдинг мы из этой компании будем получать свои потому что у нас эти как бы акции этих компаний за что или с чего за доходы которые поступят или из доходов которые поступят и будут поступать в Global Transport Investment от дочерей от проектов от всего доходы из них вычисляется прибыль от этой прибыли отделяется 20% и делится на все Евразин Релсковей Системс Холдинг 1, 2 и 3 оттуда уже поступает к нам с чего доходов и с прибыли чистой прибыли когда самый интересный вопрос когда она будет теперь смотрите я возвращаюсь обратно к третьему вопросу когда связан с этой линейкой 27 теперь если я посмотрю или вы посмотрите я об этом тоже говорил кстати не балаболил как некоторые говорят что я прошу прощения за этот термин он мне где-то нравится вот что в бизнес плане написано там по-моему приложение 9 или где-то или пол 9 9.1 что по результатам 2018 года в 2019 году теперь я простой советский пардон извиняюсь теперь уже не советский а эстонский инженер значит получивший советское образование значит могу сказать что я просто логически размышляю думаю да по результатам 2018 2019 я добавляю ну не 26 ладно проще добавить 24 месяца то есть 2 года это значит по результатам 2020 года в 2021 году я не сильно промахнулся когда я вам рассказываю уже не первый раз или не первый и не один раз что я сижу и вижу уже что я в 2021 году или на все или на часть или части прибавлю еще от дивидендов которые я получу с того пакета или с того портфеля который значит вот у меня к тому времени нарисуется новое транспортное средство какое я уже не знаю я вам всякий там вариант говорит сегодня уже не знаю представляете насколько я два года это говорю и в течение двух лет уже много чего продвинулся я сегодня думаю ну в любом случае могу вам сказать это экологический вид транспорта в любом случае персонально а теперь значит последний вопрос вода на нашу мельница в Эстонии я потом скажу почему я начал уже сомневаться а нужно ли она мне будет в какой-то степени повседневно может быть я так и буду в своем стареньком мерсе есть за пределами но я буду тогда загрязнять природу там вопрос такой поэтому значит когда я пояснил как я рассчитываю выполнение планов финансируем все сколько желательно больше но сколько будет зависеть от того сколько я сегодня как я вначале говорил при стратегии мы все с вами вместе юницкий один это не сделает вы один не сделаете вы сто человек не сделаете и даже мы все двести тысяч человек которые сколько-нибудь сюда проинвестировать всего есть закон статистики всего из двухсот и возьмем беды это только три процента является активным все время от времени вскакивают и вспоминают что они инвесторы скорее еще 10 процентов понимаете да а 3 процента пашу как правило они вот они да скажем так они вот железные инвесторы поэтому так и поэтому сколько зависит от того сколько заработает и какой будет прибыль глобал транспорт инвестор и естественно трансформируется через привилегированные акции трансформируется и в разе отбел скобисти сену холдинг то есть те компании акционерами которых мы являемся на стали на различных этапах на различных этапах проекта от первого до пятнадцатого проекта 15 этапа проекта экотехнопарка и сертификации технологий вот и теперь значит смотрите там еще вопросы я сейчас закончу с эстонии так лет через ну да а как 70 плюс что-то предусматриваете нет пока идет только 75 есть расчеты достаточно интересные и может быть даже 70 плюс но речь не шла об этом так что не буду лукавить Галина скажу прямо пока нет насколько поэт этапу разделять не знаю не берусь судить но думаю что не менее чем на 2-3 как вариант да согласен вот мне нравится заключение Николая 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 Пестова а может ли что может ли что-то случиться с сервисами Skyway и вы потеряете данные держателях акций нет вы знаете дело в том что хотя вопрос интересный я могу вам сказать так что существует копирование копирование значит не электронное а бумажное копирование как вариант чтобы вся информация не потерялась но как я вам говорил дорогие друзья значит на случай сбоя это очень очень опасная вещь о которой вы говорите она не исключена вот это один из значит свод анализ и он стоит свод анализ это опасности преимущества возможности значит и так далее там есть это и поэтому я для себя установил что я делаю копии скажем бумажные копии на бумагу копирую сканирую отчеты из реестра который у меня в личном кабинете есть как только добавляется что-то там я сразу делаю копию и самый свежий вариант держу так обязательно поработаем так скажите висконт еще конечно будет 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 Вадим задавай вопрос по существу ясно спасибо коллег значит и на закуску одна минута осталась вода на нашу мельницу пока мы с вами думаем участвовать ли активно в проекте скайбей я прошу прощения это к тем которые не входят в эти 3% в Эстонии чиновники мэр города Таллина и министр бывший мэр города Таллина видите поднялся и понимаешь что такое стал министром экономики и коммуникаций заключили меморандум подписали буквально неделю я чуть из машины не выпал когда это услышал ехал на работу значит в офис и услышал приехал первым делом окрепал три листа бумаги мы это уже обсуждали вчера здесь с коллегами что какой меморандум меморандум о мобильности о повышении мобильности и жителей города и прилежащих территорий это тех муниципалитетов которые окружают город Таллина это несколько муниципалитетов там очень толковое решение это все вода на нашу мельницу и наша задача в чем они создали так называемую значит команду она несколько иначе по-эстонски звучит команду разработчиков и разработать проект развития мобильности до 35-го года 2035-го года поэтапно колоссально мы стали мы становимся больше и больше востребованных то есть это дает нам возможность во-первых участвовать уже в официальной разрабатывающей стратегии и планирующей финансирование и там как только мы начнем показывать сравнительные анализы по сравнению у людей нет кроме трампа и других вариантов в голове нет а тут выходим мы в белых фраках со своим сковей технологией поэтому я вот я говорю что я просто воспрям даже нас после этого чего я и вам желаю дорогие друзья я был рад с вами пообщаться на этой вот скажем на положительной информации и мир идет квантовый мир работает на нас если мы работаем на сковей строй сковей спасай планету береги себя береги своих близких и тогда будет всеобщее процветание без этого никак до скорых встреч я был рад с вами пообщаться до свидания вы анонсирует что-то рассказать нам из онлайн встречи с куратом так я все время это и рассказываю Павел так спасибо спасибо друзья до встречи всего доброго